Буду кривая. Пусть будет кривое видео. Главное рассказать суть. Всем привет! Я уже давно собираюсь снять это видео о школе, о том, как же прошла наша первая четверть, как вообще протекают наши дни там, какие есть интересные особенности, вообще, что произошло и как мы там себя чувствуем, и что будет интересного в дальнейшем, может быть. Вот. Но никак не могу собраться и понимаю, что чем дальше я это откладываю в долгий ящик, не могу сесть там, голову мне надо обычно помыть перед этим, накраситься, сесть перед камерой и рассказать, то вообще у меня все испаряется уже из головы, и я даже ничего не помню, о чем мне нужно вам рассказать в первую очередь. Итак, школа закончилась у нас первая четверть, и началась вторая. Домашние задания так нам и не задают, как не просят об этом родители учительницу, потому что иначе дети, то, что мама говорит детям, дети не делают. Они делают только то, что если им сказала учительница, допустим, вот это вот поделать, тогда они да, согласны. Если это же самое говорит, мама, надо, у тебя не доделано, то нет, они выполнять не соглашаются. Мой так вообще, его надо и то, что учительница там красной пастой прописала, чтобы он это же самое прописал, надо, я не знаю, как уговаривать, как с ним договариваться, он как бы и на задания учительницы тоже не особо реагирует. Вот еще, видимо, еще даже не понимают, что со второго класса им по каждому предмету будут каждый день задавать что-то. Это первое. Второе. Дети. В классе у нас, в принципе, все дети такие более-менее нормальные. Не знаю, Артемий так, как у меня общается или нет. Выяснить удалось то, что он общается с двумя мальчиками, то есть я видела, что они там что-то бегают, кричат друг другу после школы или до, с Арсением и Алексеем. Вот. Он с ними дружит как бы. Ну, не знаю, что там у них подразумевается, конечно, под этой дружбой. Я тут с Арсением немного пообщалась. В общем, он такой, знаете, прилипал какой-то. Чуть ли, знаете, мы его проводили сначала до его дома, потом он с нами пошел до нашего, уже готов был зайти к нам в квартиру. Но дети, они сами по себе такие все непосредственные. Ну, я не знаю, мне выбирать друзей моему сыну, пусть сам дружит, с кем он там хочет. Единственное, что было плохо, это то, что он какое-то время жаловался, что его обижает девочка. Точнее, он не жаловался. А мне рассказали, я стояла, встречала Артемия из школы, и там мамочка встречала свою дочку. Тоже из нашего класса девочку Машу. Или не Машу. В общем, там их две ходят. Всегда с ней, но одна ее дочь, вторая не дочь. А дочь, видимо, подруги. Она их встречала, они выходят и рассказали, в общем, что Маша там мальчиков, у них обижает другая девочка Маша. Какая-то, видимо, боевая подруга. Потом у Темы-то я спрашиваю, что что, там у вас Маша какая-то есть? Он говорит, что да, она там меня иногда задевает. А он девочек, естественно, сам обижать не будет. То есть сдачи даже как бы не дает, ей никогда не давал. Вот, и я думаю, ну что такое, что ли уже идти и разговаривать с учительницей, или эту Машу выжидать? Но я даже не знаю, как она выглядит, так как еще даже не было никаких фотографий на тот момент, ни знакомства какого-то там, да, со всеми родителями, со всеми детями. То есть я не знала даже, какая это Маша, кто такая она. Но в итоге потом стал у него спрашивать. Думаю, если уж будет каждый день она его обижать, он будет там недоволен этим, то я пойду говорить с учительницей. Если так, то постараюсь с ним поговорить, чтобы он ей уже с ней как-то договаривался, там за костички дергал, задачи давал. Потому что что не давать задачи, если девочка сама со всеми мальчиками дерется. В общем, ну потом все как-то наладилось. Я у него, не часто, конечно, не каждый день я у него спрашивала, потому что как-то если начнешь спрашивать каждый день, вдруг он подумает, что надо от мамы что-то скрывать, и не будет все говорить. Я не стала спрашивать каждый день, через какое-то время спрашиваю там постоянно, как Маша, что он там дерет с всеми или нет, пристает ли она к тебе и он сказал, что потом ничего она в общем не стала больше что-то там к нему приставать, все хорошо, все наладилось второй вопрос про отношения, это у них учительница она мне сразу с первого еще собрания, которое у нас проходило весной, еще до того, как мы пришли в школу, она мне с первого собрания показалась импульсивной я в принципе говорила, что мне было тяжело там сидеть ее слушать два часа или сколько там у нас тогда было собрание, и в общем так оно и оказалось она, я не знаю конечно, я ее не осуждаю на самом деле, потому что я не учительница я никогда, у меня не было своего первого класса, первоклассников таких маленьких, которые могут действительно раздражать, и дети есть разные но там девочка какая-то как по рассказам детей, опять же, не Тема в основном рассказывает, а я стою с кем-нибудь, придут девчонки, что-нибудь расскажут интересное то, в общем, девочка на уроке рисовала она отняла у нее карандаш сломала его, выкинула в урну то у них там девочка одна сидела смотрела на часы, она часы ей сняла положила перед партой часы то с Артемием с моим сидела какая-то девочка разговаривала, она подошла к ней, что типа, давай ты лучше меня знаешь этот урок, иди в виде урок девочку заставила выйти я не знаю, все эти методы и приемы ну, действительно, еще там у мальчика она, он искал что-то в рюкзаке, она взяла у него все из рюкзака, высыпала на парту что ты там не можешь найти не знаю, как все это на самом деле я не детский психолог, я не учитель я не бывала в такой шкуре и не знаю, как бы я себя повела в данной ситуации возможно, когда один-два ребенка мы можем это себе представить, но когда их сидит целый класс и невозможно управлять их вниманием то, может быть, это действующие какие-то методы такие воспитания я лично не помню из своего первого класса чтобы что-то такое было единственное, я помню, что у нас первая учительница какая-то была молоденькая, совсем, видимо, новенькая пришедшая в школу и то, что она у нас продержалась совсем немного какие-то пару недель, может быть, месяц потому что все ее доводили она там плакала дети над ней смеялись короче, то же самое, видимо, было и нам ее очень быстренько заменили по отношению к себе я вообще ничего не помню потому что я, наверное, была спокойной девочкой я сидела там за партой, смотрела или думала о чем-то своем и, в общем, так у меня время проходило в школе я не помню, слушала я там внимательно, невнимательно что-то делала, не делала но учительницу я что-то не очень помню, честно говоря как она с нами была что она нам говорила но мне кажется, что у нас вот тоже такая же была учительница какая-то такая вся нервная импульсивная и она была такой до старшей школы до 5 класса, в общем, она у нас была и тоже она такая была немножко не знаю с чем с нервами по жизни но, естественно, выбрали такую себе профессию хотя я вот и без профессии сейчас без учительской профессии тоже немного себя ощущаю постоянно на каких-то нервах потому что на работе на нервах дома придешь тоже с семьей все время получается, что на нервах и вот ладно все что еще? у нас недавно было собрание нам сказали, что покупайте лыжи с третьей четверти как я понимаю у них начнется уже физкультура на лыжах хотя говорили, что вот уже буквально если будет минус 12 до минус 12 то они поедут буквально чуть ли не через пару занятий на лыжах будут кататься если будет температура ниже чем минус 12 то не надо нести лыжи несите форму мы сидели сейчас на больничном неделю с чем-то и у него освобождение на 2 недели от физкультуры ура-ура ничего не надо таскать лишнего я даже не знаю ездят они уже на лыжах не ездят мы только в понедельник пойдем с больничного в школу и посмотрим как там у них все это идет а то я даже не знаю мне надо еще даже в магазин сходить и посмотреть что там где продается вообще какие есть варианты я даже не смотрела еще как вариант на новый год Дед Мороз подарит это уже не вариант потому что мы уже назаказывали других подарков всякие там нерфы шмерфы эти машины-то вилс вилс какие-то хот вилс потом все эти леги вообще мы уже назаказывали кучу подарков и я не знаю где у Деда Мороза столько денег может быть если один бластер нерф который понравился он стоит 5000 рублей 4999 вообще супер ну нерфы разные бывают слава богу и мы посмотрим что они подешевле вот на собрании что было на собрании в принципе было не то что я ожидала я ожидала что мы придем и нам расскажут о том как там себя чувствуют в школе наши дети каждому человеку расскажут про его ребенка вместо этого выступала психолог одна совсем молодая которая не могла связать двух слов она очень волновалась я ее понимаю ее наверное не знаю может она молодой психолог ей надо это практиковать чтобы в дальнейшем выступать перед родителями наверное из-за этого ее позвали на наше собрание и в общем она сначала ой я стесняюсь я стесняюсь извините я не могу ничего сказать потом прочитала то что у нее было записано в тетрадочке и потом выступала снова та женщина видимо которая уже более опытная в общем она там больше часа наверное рассказывала что-то какие-то общие понятия психологии что надо детям нашим не знаю все эти общие правила психологии мне кажется не ко всем детям подходят но в принципе у меня Артемий так нормально относится к школе он хорошо ходит в школу ему в основном все там нравится может быть что-то не нравится но он пока не говорит и там у них был тест и в этом тесте был вопрос что рассказываете ли вы о школе и ответы такие были что да всегда все рассказываю потом такой ответ что рассказываю только когда меня об этом спросят и нет совсем не рассказываю что мне в глаз попало и вот и мой конечно поставил тот вариант что рассказываю только если меня об этом спрашивают ну действительно я когда его об этом спрашиваю и Тему и после школы и я ему говорю что Тем что как там сегодня в школе что было что интересного что понравилось что не понравилось было ли что-нибудь интересное ну не знаю вот так он мне рассказывает о школе так что я легче от других каких-то деток что-то узнаю интересного, чем вообще школьного, что там у них происходит чем от Артемия после собрания самого я подошла к учительнице спросить, что как там мой Артемий, как он там себя чувствует на уроках, что там вообще все и как так сказала, что типа скромничать, скромничать уже надо бы быть не таким скромным но я сама по себе знаю, какая я была в школе, скромничала мне все страшно было всех людей я боялась и наверное боюсь до сих пор и я думаю, что он примерно так же себя в школе ощущает хотелось бы мне, конечно, чтобы он относился к этому как-то поспокойнее, чтобы ходил там туда и сюда чтобы ему там нравилось все, чтобы он был более коммуникабельным, отвечал легче на уроках, чтобы это не стоило ему такой нервной нагрузки какая у него есть сейчас вот вы не поверите он никогда у меня палец раньше не сосал а сейчас бывает сидит, смотрит мультик и у него пальцы у него может быть чуть ли не вся рука во рту у ребенка больше 7 лет скоро 8 он может теперь пульт от телевизора в рот причем он такой пульт прямоугольный он его тут полностью так в рот запяхивает один конец сидит, смотрит я, конечно, говорю, что что такое-то убирай но вот я считаю, что это все-таки результаты того, что какая-то психическая нагрузка есть я не знаю, с другой стороны кому идти к психиатру к психологу наши родители не приучены были водить нас мы также не приучены водить своих детей я не знаю просто куда идти, как идти и о чем разговаривать с этим психологом я не думаю, что какой-то психолог что-то сможет вытянуть из моего ребенка то, что я не могу вытянуть самой, что ли, уже начинать читать эти книги по психологии и как-то с этим со всем разбираться но я думаю, что в дальнейшем ему должно стать по идее полегче что все-таки он будет постарше более приспособлен к такому детскому коллективу к учителям и надеюсь, что все станет полегче мы еще планируем все-таки ходить на секции которые там у них в школе футбол есть, баскетбол еще я хотела бы его на брейкданс на какой-нибудь в общем, что-нибудь из этого нужно выбрать чтобы он еще вместе с этим ему будет как-то все это полегче мне кажется и в дальнейшем ну все-таки ну мне хочется, чтобы он там расслаблялся расслаблялся а не зажимался я не знаю хотя я сама такого у меня никогда не было и я не знаю просто как это сделать чтобы ребенок расслаблялся в школе чтобы он мог выложить там на все 100% свой там какие-то таланты способности какие-то проявить я не знаю посоветуйте мне если у вас есть какие-то такие варианты что можно сделать какие-то умные книги я заказала вчера или позавчера книгу как делать так чтобы дети дети слушали дети говорили как говорить так чтобы дети слушали как слушать так чтобы дети говорили вот эту книгу я хочу почитать хотя наверное немного уже поздновато ну ладно почитаю все равно эту книгу вот еще может быть какие-нибудь книги по психологии если у вас есть какие-то такие варианты по детской психологии особенно вот для школьного возраста чтобы помочь ему с адаптацией или с чем-то с приспособлением уже к этой школе, чтобы он нормально там себя чувствовал. В общем, посоветуйте мне, если вы что-то знаете, если вы психологи. Я буду очень благодарна вам за это. Вот. Вроде бы я все рассказала. Если я рассказала не все, то я расскажу о школе тогда в следующем видео еще. Я думаю, что к Новому году по итогам второй четверти что-нибудь еще смогу добавить. Если у вас есть какие-то мысли, комментарии, пишите, пожалуйста. Я все прочитаю. Мы это обсудим с вами обязательно. И пока-пока. Увидимся очень скоро. Ваша любовь.